Как сложно бывает прощать? Да что там прощать? Забыть это невозможно. И одно слово о том, что вот как простить? А зачем простить? А для чего простить? Вы не знаете, что вам это даст. А я знаю. Оставайтесь со мной. Меня зовут Наталья Яродомская. Я психолог, парапсихолог, сомнолог, писательница и телевизионный эксперт. И расскажу, для чего необходимо прощать. Продолжение следует... В моей жизни были ситуации, когда мне казалось, что я умерла. Вот я в душе умерла. И предательства были, и подставы были от людей, которых я считала своими родными. Сейчас я себя ограничила в общении. У меня очень много клиентов, я многим людям помогаю, но у меня очень мало друзей. Я мало кому доверяю. Но рядом со мной те люди, которые заслуживают моего доверия. Но те люди, которые нечестно со мной поступили, мягко сказать, нечестно, я их простила в душе. Хотя это было сделать крайне невозможно. Боль разъедала изнутри, потому что этим людям я доверяла. Это было очень-очень-очень больно. Хочу дать вам совет. Если вас кто-то предал, кто-то вам сделал больно, вам нужно простить этого человека. Потому что, когда вы держите на кого-то обиду, зло, это все разъедает вас изнутри. Оно вам вредит. Первое, для чего нужно прощать? Для того, чтобы в вашей жизни наступил покой и счастье. Когда вы искренне прощаете и отпускаете. То есть простить не для того, чтобы простить и дружить. Нет. Простить и отпустить вот эту боль. Вам станет легче. Вы как будто бы тяжесть души тяжелую снимете. Вам станет гораздо легче жить. Второе, для чего необходимо прощать? Для того, чтобы вас прощали. Мало ли, что вы могли тоже в жизни сделать. Кого-то обмануть. Но что все мы не без греха. Все мы грешные. А когда мы перед Богом представимся после смерти. Если мы кого-то не простили. Бог что нам скажет? Отойдите от меня. Я вас не знаю. И я вас прощать не буду. Прощаю тех, кто сам прощал. Понимаете? И третье, для чего необходимо прощать? Даже самые страшные поступки. Для того, чтобы идти по жизни уверенно. И чтобы в жизни у вас все получалось. Замечали ли вы за собой такое, что в какой-то момент вам переставало вести? Просто как будто бы кто-то забирал удачу. А посмотрите в свою душу. Может быть, в вашей душе есть обида и злоба на кого-то, кого вы не простили. Вот пока вы не простите, вы будете ходить по кругу. Вы не сможете осуществлять свои желания. Вы не сможете подниматься на ступеньку выше. Именно потому, что эта непрощенная обида является тормозом вашей жизни. Обязательно прощайте. Знаете, есть такая очень мудрая православная фраза. Всех прощать, всех оправдывать и всех жалеть. Вот именно так поступайте. И будет вам счастье. С вами была я, ваша Наташа.